Мама обещала подарить мне еркширского тольера. Не бывают черные и серые, а белые бывают. Да, Илона, конечно, бывают. Эта порода называется Бивер-Йорк. Они трехцветные. Приходи ко мне в гости, я обязательно тебя с ними познакомлю. Эту декоративную породу собак вывели в английском графстве Йоркшир в конце 19 века. Поэтому этих очаровательных малышей называют Йорками. Йорки очень ласковые и добрые собаки. За веселый и дружелюбный характер их очень любят взрослые и дети. Вес собачки обычно не превышает трех килограммов. Такого питомца можно легко брать на руки и носить в небольшой сумке. Чаще всего Йорки бывают черного или пепельного окраса. Трехцветных Бивер-Йорков вывели совсем недавно. И пока это еще очень молодая и редкая порода. Чтобы лучше узнать этих собак, Илона пришла в гости к заводчице Ирине Косиновой. Привет, Илона. Садись со мной рядом. Я познакомлю тебя с этими собаками. Чем ваши Йорки отличаются от обычных Йорков? Эти Йорки называются Бивер-Йорки. Они трехцветные. У них обязательно наличие трех цветов. Белого, рыжего и черного. А что означает Бивер? Бивер название породы. Оно произошло от фамилии семьи Биверов, в которой родился первый Бивер-Йорк. А что они любят кушать? Эти собачки едят сухой корм. А вообще они любят кушать все. Яблоки, бананы, груши. А такая им длинная челка не мешает видеть? Мы им закалываем бантики, завязываем хвостики и на этот хвостик обязательно одеваем бантик. Красные для девочки, синие для мальчика. Сначала собирается хвостик. Все волосы собираются в такой вот хвостик, в пучок. Надевается резиночка. И на эту резиночку одевается такой красивый-красивый бантик. Нравится? Да, нравится. Ёркам можно делать прически. Например, завязать бантики. Мальчикам красные, девочкам синие. Или наоборот. Девочкам красные, мальчикам синие. Главное не запутаться. А вот этот вот мальчик или девочка? Это мальчик Вилли. Мы ему одели синий бантик. Это мальчик. А это мама амулетик. Это девочка с розовым-красным бантиком. Мама Клёпа. А они любят причесываться? Да. Если их приучать с детства к тому, что их постоянно чешешь, они этого процесса не боятся и ведут себя хорошо. Можешь их сама попробовать причесать. Держи. Спасибо. Хорошо прочеши ему спинку. Обязательно хорошо прочесывается животик. И под передними лапками у них больше всего собирается колтунов. Поэтому нужно хорошо прочесать передними лапками. Ему не щекотно? Ну, видишь, он не смеется. Я думаю, что нет. А они у вас такие красивые. А они любят смотреться в зеркало? Конечно. Когда их причешешь, они очень любят подходить к зеркалу и смотреть на себя. Иногда даже может погавкать. Они на чужих лают? Ну, на чужих могут полаять, если человек приходит первый раз. Вообще порода не сильно лающая. Такие замечательные собаки. Не лают, причесываться любят и бантики им можно завязывать. У них просто нет недостатков. Можно их красить в розовый цвет. Но это уже будет не выставочная собачка. Такая собачка выставки посещать не сможет с таким цветом. Илона. Это же собака, а не раскраска. Так можно испортить всю шерсть. Да и к тому же розового Йорка все собаки на выставке засмеют. А эти собаки были на выставке? Да, эти собачки все посещали выставки и получили отличные оценки. А какие? Оценку отличную. А им дали медаль? Ну вот Клёпа у нас, она у нас чемпион России. Она получила и кубок, и медаль. А маленькие еще пока ничего не получали. А где они спят? Ну как ты думаешь? Они спят на подушке. Вместе с вами? Да, они спят вместе со мной на большой-большой подушке. А есть у них специальные домики? Да, у них есть лежаки, круглые, большие и прямоугольные формы. Так как в домиках им жарковато, все-таки это шерстяная порода. А вы ходите с ними гулять? Конечно, они очень любят гулять, любят бегать по травке, любят приносить игрушки. А у них есть любимые игрушки, которые они в них играют? Они очень любят приносить мячики, очень любят игрушки, которые маленькие, которые пищат. Можно я поиграю с ними? Конечно, можно. Нашей героине очень понравились бивер-йорки. Теперь Илона знает, какой подарок она получит на свой день рождения. Она будет ждать его с большим нетерпением.